Всем привет! В эфире спортивная среда. В город пришла ситцевая весна. В Иванове прошел 10-й юбилейный турнир по художественной гимнастике. Ситцевая весна – турнир квалификационный. Во-первых, он позволяет гимнасткам повысить мастерство. Во-вторых, выполнить разрядовые нормы, вплоть до кандидатов в мастера спорта. На этот раз в город Невест приехали 350 спортсменов из разных уголков страны. Эти соревнования очень добрые, красивые, весенние. Весна просыпается, зима заканчивается. Когда-то на первые турниры у нас было где-то 8-9 городов. Сегодня, через 10 лет, у нас сегодня уже приехало 19 городов. Мы очень рады. Она знает во всей России, к нам с удовольствием приезжает. У спортсменок из Ивановской области по итогам турнира 18 медалей. 10 в групповой программе, еще 8 в индивидуальной. Причем 3 награды от общего количества высшего достоинства. В то время, пока в городе проходила ситцевая весна, гимнастка Владислава Шаронова защищала честь региона на международной арене и выступила очень успешно. Ивановская спортсменка завоевала первое место на международном турнире по художественной гимнастике «София Кап-2019» в категории юниорок. Напомним, что в текущем году Владислава Шаронова стала победительницей первенства ЦФО. Спортсменка является членом сборной России. Тренируется в Ивановской спортшколе номер 2 у Елены Сиваракша. Кенишемская команда «Феникс» принимает участие в суперфинале чемпионата школьной баскетбольной лиги «Кэсбаскет». Турнир стартовал в Тольятти. В общей сложности в заключительной части всероссийских соревнований примут участие 20 сильнейших команд России. Кенишемские баскетболисты сыграют в одной группе с командами из Архангельской, Саратовской, Иркутской областей и Республики Удмуртия. В Ивановской области в соревнованиях по баскетболу приняли участие 318 команд из 170 школ. Это рекордное количество для нашей области. Не обязательно быть профессиональным спортсменом, чтобы стать частью спортивного движения. В минувшие выходные на искусственном льду встретились две хоккейные команды – Ивановский «Олимп» и клуб «Савина». На льду любители, никогда не занимавшиеся этим видом спорта, профессионально. Правила от классического хоккея немного отличаются, но игра от этого не менее зрелищная. Есть борьба, в каждом спорте есть борьба, есть все свои интересы, и воля к победе, рвение к победе. Завсегдатые дворовых хоккейных коробок в детстве сейчас планируют организовать свою альтернативную хоккейную лигу, чтобы с единомышленниками по любимому спорту соревноваться и тренироваться. Хотим организовать хоккей для масс. Для тех, кто поздно начал, кому за 30, кто никогда не занимался этим в детстве. Все представители хоккейных коробок, дворового хоккея, которых очень много, 6 команд уже изъявили желание вступить в нашу лигу. Для создания альтернативной хоккейной лиги нужно порядка 10 команд. Если ее удастся организовать, нас ждет еще немало зрелищных ледовых битв. Юные футболисты-текстильщики готовятся к турниру мирового уровня. Неделю назад воспитанники спортшколы Олимпийского резерва номер один вернулись со сборов Барса Академи. Там испанские тренеры отобрали 10 сильнейших игроков для участия в чемпионате Барса Академи World Cup. Теперь спортсменам предстоит поехать в Барселону на Кубок Мира. Он пройдет с 14 по 19 апреля. Время подготовиться у ребят еще есть. Неделю перед отъездом они тренируются в стенах своей альма-матора и готовятся показать Европе футбол в лучших традициях Ивановской школы. Ивановская школа всегда очень сильная была в плане детской и южной школы и команда мастеров. И то есть очень большие у нас заслуги. В общем-то зарекомендовал очень себя неплохо. И самое главное, что отзывы испанских тренеров были довольно-таки серьезные. Это все, о чем мы успели вам рассказать на этот раз. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»